Свет, камера, мотор. В минувшее воскресенье отмечался День детского кино. Его истоки уходят в конец 19 века. Тогда юные жители нашей страны впервые увидели фильмы на большом экране. Прошло более ста лет, на экранных сказках выросло не одно поколение. О магии детского кинематографа сегодня рассказали в одном из Чебоксарских детских садов. Сколько человек нужно, чтобы снять фильм? Чем занимаются киностудии и как оживают персонажи из детских сказок? Кажется, в столичном саду номер 146 готовы дать ответы на все вопросы. К празднованию Дня детского кино здесь подошли, как и полагается, творчески. В детском саду ожили кадры из любимых детских кинофильмов. Повсюду раскинулись сказочные инсталляции. Вот здесь, к примеру, северный олень, который уже ждет своих Кая и Герду, чтобы увезти их в замок Снежной королевы. Вместо воспитателей – незнайка и шапокляк, которые задают каверзные загадки. А по соседству девочка Чунга-Чанга приглашает всех ребят отправиться на жаркий Мадагаскар. В гостях у Красной Шапочки малыши учились не готовить пирожки, а рисовать кадры для будущей киноленты. В доме детского кино побывали ребята из нескольких чебоксарских садиков и школ. Мы прошли все станции, мне понравилась первая станция, где мы отгадывали загадки. Мы сегодня попробовали нарисовать самый настоящий мультик, как «Дядя работает на столе». Вот, у тебя все получилось? Да. Идея провести день детского кино в этом садике возникла не случайно. Мы считаем, что именно детское кино, мультфильмы, сказки имеют самое авторитетное и эффективное воспитательное значение. Ведь и мы сами выросли на сказочных героях. Именно через сказочных героев мы начинаем познавать окружающий мир, начинаем по-другому относиться к себе, к жизни, к родным. Мороз, как конек-горбунок, доктор Айболит, кощей бессмертный, золушка. Некоторым из этих сказок более ста лет. Возможно, кто-то скажет, что они устарели, но, как показывает опыт, ничего лучше и убедительнее пока не придумано. А значит, на этих и других персонажей по-прежнему возлагается ответственная задача – помочь маленькому человеку стать личностью с большой буквы. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.